Теперь их очередь в будущем развивать и прославлять Беларусь. Во Дворце Независимости по традиции в канун Дня Конституции юным белорусам вручили их первые паспорта. В столицу из разных регионов приехали 25 юношей и девушек, которым исполнилось 14 лет. Все они уже достигли успеха в учебе, проявили неординарные способности в творчестве, олимпиадах, спортивных соревнованиях. Первый в их жизни паспорт каждому вручил президент. Александр Лукашенко отметил, получение этого документа во все времена воспринимается как первый шаг во взрослую жизнь. В вашем лице вижу новую, позитивную, талантливую и по-хорошему амбициозную Беларусь. Это меня радует, как и у всех ваших родителей. Идите вперед к выбранной цели, никогда не сдавайтесь и самое главное, никогда ничего и никого не бойтесь. Верьте в себя, верьте, что если вы идете вперед, вам обязательно помогут и обязательно, как правило, на вашей родной земле, в вашей Беларуси. Я желаю вам крепкого здоровья и самое главное, успехов в ваших будущих делах. И самое главное, добра и мира всем вам. Ребята сегодня не стеснялись делиться своими личными планами. Так ученик Быховской школы признался, что мечтает стать журналистом и уже пишет в школьную газету. И попросил главы государства фото, пообещав передать президенту новый номер издания. Александр Лукашенко просьбу юного гражданина выполнил. В следующем выпуске подробнее вернемся к этой теме, а сейчас к другим событиям. В Беларуси три пациента с коронавирусом вылечились и на этой неделе их собираются выписать из больницы. У студента из Ирана, так называемого пациента номер один, уже третий отрицательный тест. Такие же результаты у двух других, с кем он близко контактировал. Состояние остальных трех удовлетворительное, температура тела обычная, они пока остаются под наблюдением. Им также будут проведены все лабораторные исследования. Кроме того, три положительных теста, полученные в выходные, подтвердились. Это люди, которые общались с прибывшими из Италии туристами. В Минздраве отметили, они вовремя были изолированы, что позволило не допустить распространения болезни. Каких-то особенных жалоб у пациентов нет. Ограбление века в Чили разыскивают вооруженную группировку, которая украла из аэропорта 15 миллионов долларов. По предварительным данным, грабители от 7 до 10 человек врвались в терминал Сантьяго на двух автомобилях с почтовым логотипом. А затем напали на броневик с валютой, которую перед этим доставили в воздушную гавань самолетом. Охранникам угрожали оружием. В результате двое были ранены, грабители скрылись. Полиция уверена, группировка заранее знала о рейсе с деньгами. Сильные пожары тушат в Оклахоме. Огонь вплотную подступил к населенным пунктам. Людей эвакуирует. Пламя движется на северо-восток к Биверу, оставляя за собой полосу выгоревшей земли более 20 километров. Взять ситуацию под контроль мешают ветер и сухая погода. А сейчас местами прошел дождь. С его помощью удалось локализовать около половины горящих площадей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова